Последний теплый день Бабьего лета жители нашей страны решили в буквальном смысле догнать и перегнать. Всероссийский день бега спортсмены отпраздновали традиционным кроссом нации. Это самое массовое спортивное событие года и по количеству участников, и по географическому охвату. Он действительно все время проводится осенью, когда на территории парков, на территории красивых природных мест можно провести это интересное спортивное состязание. Проводится оно прежде всего для того, чтобы популяризовать физический спорт и здоровый образ жизни, прежде всего у молодого населения нашей области. Соревнования по бегу проводились еще в древние времена, именно поэтому они были включены в программу самых первых Олимпийских игр 1896 года, как одни из самых популярных видов состязаний. Но затем Ассоциация Легкоатлетических Федераций настояла о том, чтобы кросс был превращен в массовое мероприятие, и после трех Олимпиад он был оттуда исключен. Именно поэтому теперь в забегах могут принимать участие не только профессионалы и ветераны спорта, но и любители бега всех возрастных категорий. Семья Логиновых уже не первый раз принимает участие в кроссе. Сегодня результатом остались недовольны, но о прошлых спортивных достижениях глава семейства вспоминает с гордостью. Нет, потому что второе место – это ниже первого, а мы привыкли быть всегда первыми. Вот в этом парке в 1976 году я был чемпионом области. Вот хорошие воспоминания. А в тот год моя супруга была шестой среди женщин. Девятилетний Влад Шекерзянов при одолении дистанции на 500 метров оказался первым в своей возрастной группе. Его тренирует дед – мастер спорта по легкой атлетике. Уже сейчас Влад знает точно, что заниматься спортом будет профессионально. Да, желаю и хочу даже попасть в Олимпийские игры. Побить рекорд у Санкт-Петербурга. Представители спортивного клуба для инвалидов воля считают, что спорт – это лучшее лекарство от болезни и хандры. И пусть не все дается легко, но с верой в себя достичь хороших результатов можно. Не бояться, стараться преодолевать через боль, через все прочее. Чтобы было меньше алкоголизма, наркомании и всего прочего. Потому что это есть не только среди здоровых, но и среди инвалидов тоже это есть. С каждым годом, по словам организаторов, количество участников Кросса нации только растет. В этот раз на старт по всей стране вышло более 800 тысяч участников. В Иванове пробежало около 2,5 тысяч человек. А это означает, что быть здоровым и красивым сегодня не просто желательно, но и обязательно для любого современного человека.